тема сегодня интересная как она формулируется есть люди для которых проблема пережить то что они не могут контролировать и на что не могут влиять но как бы сформулировать эту тему поконкретнее как быть что не все в жизни мы можем контролировать и на все можем влиять о чем идет речь когда я был когда был ленин маленький с кудрявой головой зимой носила на валенке дальше промолчу а летом сандалии ну или тогда там гораздо хуже последняя строчка так вот когда я был маленький с кудрявой головой то наша учительница даже по вначале школе это было нам рассказывала что люди не знали откуда берется землетрясение гром и молния почему они вдруг внезапно умирают откуда берется цунами и они придумали сначала духов а потом но авраамические религии когда пошли и бога одного цельного и мы все зачитывали с детстве мифы и сказки древней греции это к вопросу о том что делают люди когда они не понимают или не могут контролировать далее поехали цифра 13 черный код сплю не постучи аэрофобия это все история о том что человек никак не может пережить что он не может контролировать или на что не может влиять и тогда он придумывает всякую хрень типа вот этой вот давайте друзья так многих это очень нервирует поговорим о том а как все таки быть с тем что мы не контролируем это и с тем на что мы не можем влиять здрасте не контролируйте себя говорите голос пошел здрасте а меня спецлана зовут я не могу контролировать поведение своих детей взрослых а сколько ему лет ну конкретно меня на данный момент волнует то что моя дочь и мой взгляд физически наказывают внука которому 9 лет но дочь конечно это было единожды там нервы у нее сдали а у взяти это бывает частенько и я как бабушка да я я не знаю как можно нужно ли говорить или не нужно это говорить нужно конечно вы должны вы как бабушка тоже являетесь родственником вот этого немножко конечно не по теме хотя нет да по теме вы знаете это к сожалению по теме потому что до ваш внук живет другой семьи и вы не можете контролировать действие его отца но максимально то что вы можете сделать это поговорить с отцом сказать отцу что у ребенка могут быть потом психические проблемы а он может начать бояться людей вообще жить со страхами с тревожностью и потом придется его показывать там от психолога до психиатра и еще можете сказать конечно это взять и может вашего сильно разозлить но тем не менее что во всем мире почему детей перестали бить уже давно потому что юридические системы приравнял изнасилования к побоям и для суда это практически одно и то же то ли изнасиловали ребенка то ли избили вот у них нет понятия физическое наказание физическое воспитание он по-другому не понимает попробуй сам с ним поговори и так далее у них этого нет а у них как насильник но это есть насильник и сексуальный насильник есть физический разница почти никакой для психики ребенка как правило физически может даже еще хуже быть мы поехали дальше добрый вечер еще одна линия алло здравствуйте так что нам говорить пожалуйста вы в прямом здравствуйте но вот так разговаривать мужчина алло я вообще ли да да а добрый вечер прошу прощения что немножко не совсем понял то что нужно говорить я просто вас слушатели со времен еще 2008 седьмого года не тогда было вообще 14 лет я знаю что не по теме скажу но просто хочу выразить вам благодарность за то что вы до сих пор остались в эфире и всем чмоки чмоки оставайтесь в эфире вы единственное кто остаетесь голосом какого-то разума нашим нашим свободное время остальные типа безумные что ли а мне тоже комплимент нравится я видимо в таком возрасте михаил а вы еще стоите в эфире чмоки чмоки многие уже на белом свете не задерживаются задам вопрос от вали из москвы и потом телефонный звонок вали пишет многих сейчас беспокоит то что они не могут влиять на например политическую ситуацию в стране и довольно бессильно смотрят в будущее как справиться с этим чувством что ты не можешь контролировать что-то в стране какие я вот на что не люблю лезть политику но тут я хочу свои две копейки вставить есть кстати прекрасная книга михаила зыгарь или зыгаря зыгаря михаил зыгарь вся королевская рать нет или 2 империя должна поберечь это описание россии с 1905 по 1917 год чуть ли не по дням и когда ты читаешь это когда ты читаешь что какой-то историческую литературу ты вдруг начинаешь понимать что в россии народ никогда ни на что не влиял все революции все преобразования крепостное право отмена крепостного права война революции все что вы хотите делаясь только сверху поэтому это правда вот любая там может быть другая страна скалба мы влияем вот через выборы влияет там через еще что-то в россии да надо признать что если наверху захотят что-то поменять поменяет не захотят значит все как будто сказано будут глотать одну и ту же пыль и это правда и как бы вам сказать люди которые все-таки думаю что они могут поменять но они романтики конечно и где-то жаль даже но на этом я бы захотел закончить свое политическое выступление я не фанат лезть политику именно по причине бессмысленности я сказала вся королевская врать конечно же вся кремлевская поразительно что сейчас говорилось это другая книга американская американская добрый вечер здрасте алло здравствуйте дальше по нам но у меня вопрос про аэрофобию у меня наверное я началась страдать и в какой-то момент нашла терапевтов которые с этим миром с этим работают и потому что это точно про контроль и какое-то время не было даже легче летать а сейчас опять вернулась вот я хотела бы спросить может быть есть какая-то там правление в терапии которая точно работает и навсегда вот как вы есть у меня один дружок лёша гирваш его зовут вот у него проходило но помогло да было очень хорошо но в какой-то момент лет три уже а может вам обратно вернуться еще раз курс пройти ну то есть лучше к нему смотрите но я так сказать дело в том что лёша чем интересен во первых он сам действующий летчик во-вторых он закончил но он закончил психфак по моему иерусалимского или телевизорского университета не помню и плюс он захочет специально курс вот по поводу аэрофобия вот он конечно специалист речь вот о чем идет что но как я считаю у меня как бы есть своя методика связана с шестью правилами может быть вы слышали у меня такая точка зрения что если человека в базе тревога вопрос в том где-то тревога будет располагаться у одни боли боятся онкологии спида понимаете сейчас к вида например а другие выбираю аэрофобия почему аэрофобия я думаю алексея все это рассказывали потому что вы не контролируете движение воздушного судна я даже помню этот великий пример что когда человек идет по полю это все пусть вас послушают это очень интересно чек идет по чистому полю вот он смотрит вокруг километры тысячи километров просто поле даже деревьев нету и он думает что он полностью контролирует свою жизнь он сам передвигает ногами он смотрит под ноги ничего произойти не может даже общую горнет деревьев а мало ли еще с дерева упасть может в этом случае даже не не с чего падать так вот его шанс умереть примерно в десять тысяч раз больше чем если он летит в самолете это статистика это не потому что кому-то так нравится это просто тупая статистика люди попадают в аварии например в автомобильные до железнодорожные в сотни в миллионы раз больше чем в авиа но они почему-то боятся самолетов больше чем автомобилей то есть здесь психика очень как бы себя странно ведет таблодика нарушена поберечь в машине гораздо проще чем в самолете но с машина почти никто не боится аэрофобия достаточно распространенная история нет можно наверно у меня был у меня была аэрофобия и я пил все время снотворное и никогда кстати не спал в самолете несмотря на снотворное и всеми держался за за ручки кресла да и в какой-то момент меня отпустило просто так отпустило в том смысле что видимо я для себя успокоен и решил что но можно же по-разному помереть да это тоже как вариант и чего типа чего волноваться то если помрешь так помрешь имя не знаю вот как-то так ты не отпустила и я вода до пандемии летал надо больше чем сами летчики летают до 14 перелетов в месяц у меня было но я с лекциями по миру катался или там вот я даже летал на самолете он назывался лет 410 л а производство чехословакии 68 год два пропеллера его не сажают на общий аэродром потому что для этого слишком хилый у него занавески на окнах на иллюминаторах нет стюардессы и занавеска отделяется кабина пилота хотел сказать зрители от пассажиров нет туалета и 17 кресел как маршрутом такси и как видите даже не посидел ни разу и вам того же желаю добрый вечер алю здрасте говорите так если нет к сожалению то тогда зачитаю сообщение от маши машет маши 33 года она живет в ростове-на-дону моя мамочка пишет маша очень заботливая иногда удушающе когда я была подростком если она что-либо настойчиво предлагала хорошо работала фраза ты меня насилуешь и тогда мама ужасалась формулировки фразы вот например сцена мелкая бытовая которая ярко характеризует мамулю я использую те слова которые пишет маша мамуля любит зеленый чай а папа черный просто потому что любит а мама потому что зеленый полезный и мама всегда настаивает на зеленом даже если папа вмешивается не вмешивается она успевает заварить именно зеленый несмотря на то что он хотел черный а сама-то кстати она пьет кофе скажите скажите пожалуйста хорошо да много энергии вообще тратится впустую пишет маша почему мама хочет причинить добро и что мне сделать чтобы она наконец расслабилась гениальный вопрос он прямо в тему дело в том чтобы сейчас многих отпустит а вашего папа начнется светлая полоса с чаем дело в том что друзья мои я сам как и ваша мамуля был в невидении я считал что зеленый это прекрасный чай это не здорово не чай это здоровье чистое то ли дело черный одни танины с кофеинами так вот что я хочу сказать дорогие мои тут недавно выяснилось что это один и тот же чай просто разные ферментации еще раз специально для вашей маму ли это иллюзия который вот что такая вот она не может влиять скажем на здоровье тогда она придумывает эту фигню что надо пить зеленый чай а не черный и тогда ты будешь здоровый еще раз медленно объясняю берется листочки чая и они а подвергаются обработки вот одна обработка зеленая другая черная вот и все а чай-то один и тот же и у него практически одни и те же как вам объяснить качество что ли влияющие на здоровье там уже сорта могут быть чая разные это может больше влиять а то есть но мама есть иллюзии что если заварить зеленый чай то все будут здоровы а черный как в той песне поется не влюбляйся в черный глаз черный глаз опасный а влюбляйся в голубой голубой прекрасный поехали дальше прям на голубом глазу да добрый вечер здрасте у нас сегодня оригинальное вступление каждый раз здравствуйте я хотела сказать что за этот год меня получилось трижды повредить собственную ногу и почему-то уже стала думать может мне бабки обратиться было смешно так как вы повреждали смотреть оба что вы повреждали даем куша я говорю оба что вы ее повреждали один раз просто подвернула на ровном месте так физиология тела наверно второй раз по дороге просто оторвался мениск как бы ничего не понятно но с мениском до этого были проблемы просто строение тела уже проблема зажила до того как вы эту ногу ломали у вас была проблема с мениском нет я в принципе не знаю на меня сам же не просто не обращалась а окей так ну я были когда-то физические нагрузки возможно так ну и может быть пришло время износилась нога отрезать пояснение потом а сначала подумала может бабке уже пора а бабка что по-вашему может сделать с ногой заговорить ее так вот понимаю что ничего на деньги и богатство заговорить вашу ногу а какая нога левая или правая левая а знаете такая песня была у высоцкого а мне моя неправая левая дороже чем правая правая вот нет а вопрос будет ну теперь уже слава богу на двоих все в порядке можно танцевать ну и слава богу внимание вопрос да или вопроса не будет вопроса не будет потому что их очень много будем решать по мере их поступления спасибо берегите ноги правые тоже кстати не запускаете так вот и поговорили евгения 39 лет сыну 18 лет решил жить отдельно учиться подрабатывает в общем тяжело мне обрезать пуповину все время хочется ему что-то подсказать как-то помочь я переживаю что не могу контролировать его жизнь как правило на себя вести и как принять что он взрослый и отпустить контроль вот смотрите сначала давайте выясним откуда растут ноги левые и правые казалось бы ребенок взрослый ребенок в своей жизни родители должны мечтать о таком то что многие жалуются что дети сидят на шее не учится не работает только деньги родители собирают а здесь как бы мечта каждого родителя но тоже неприятно почему потому что пока ребенок был маленький он был каком-то сейчас будет автология смысле маминым смыслом жизни и мама как бы видимо посвятила себя ребенку когда ребенок откололся то баба типа работу потеряла потому что она теперь не может жить жизнью ребенку потому что не другая жизнь от мамы кстати отчасти скрытая поэтому чтобы вас отпустила вам надо срочно приключиться на себя найти какой-то свой смысл с ребенком вообще никак не связанный я вам желаю успехов добрый вечер здравствуйте здрасте меня зовут Вадим я долгое время проработал ну больше десяти лет в спасательной службе так и тут вот такой вот момент что с одной стороны ну наверное обладать определенным там психическим складом чтобы там работать а с другой стороны сама по себе эта работа воспитала во мне ну такую наверное иллюзию того что я все контролирую потому что мы находимся ну часто спасатель находится в ситуации когда помогают только они или вообще уже никто и в этом смысле меня все очень радует то что я с тех пор как вот работал стал таким уверенным в себе меня ничто не выбивает из колеи и любые там не урядятся я говорю так расслабляемся делаем все что от нас зависит и все но может ли быть такое что вот это наоборот иллюзия того что я все контролирую она хуже чем эти фобии и нужно что-то пересмотреть смотрите если вы спокойно себя чувствуете контролирует то ничего в этом нету если вас нервирует потеря контроля это проблема вы можете на этот вопрос ответить вы боитесь терять контроль вы начинаете нервничать меня это особо нервирует потому что даже когда была явно такая ситуация в семье ребенок заболел ну слава богу не смертельно мы все это с этим справились тяжело заболел и среди домочадцев была такая паника я вроде бы собрал сказал так делаем все что от нас зависит и все будет хорошо ну и все стало хорошо ну вы видите у вас какая здоровая может быть такое что я попаду на такую ситуацию которую вот реально ничего нельзя сделать и меня вот это накроет сильнее чем тех кто всего этого побаивает понемножку когда вы попадете вас уже ничего не накроет это называется смерть мы все там будем но я хочу сказать пока мы живы вот о чем как выглядят люди которые действительно не переносят потерю контроля приходит ко мне такой пациент на прием садится напротив меня у меня в кабинете круглый стол и на столе бывает стоят предметы ну например бумага ручки карандаши стаканы чашки чай иногда кофе и я вдруг смотрю что пациент начинает выстраивать все это в линеечку и как бы незаметно стряхивать типа пыль со стола вот это я называю болезненная непереносимость потери контроля то есть когда все немножко в ее понимании хаотично стоит и еще не дай бог пыль он нервничает вот это я понимаю когда человек не может этого перенести добрый вечерок добрый вечер здрасте у нас сегодня очень интересно проходит начало разговора добрый вечер здрасте о фантастика попал добрый вечер доктор лобковский а также его очаровательная коллега медсестрой назовите она согласна нет доктор с не надо раз в неделю езжу на автомобиле и вы не поверите именно в одном и том же месте на мкаде попадаю на вашу программу это это все с какой ноги мне вставать чтобы попасть снова вопрос следующий за последние полгода освободился отряда ну наверное это можно назвать фобиями после того как ты освобождаешься от фобии образуется такое некоторое пространство свободное что с ним делать радоваться жизни пожалуй ты начинаешь смотреть как бы у тебя появляется некий взгляд на тебя ты понимаешь а кто собственно говоря боялся и тебе неприятен этот человек вы знаете я хочу вас успокоить вы не виноваты дело в том что у нас есть национальные традиции более того с точки зрения церковной это все язычество и церковь с этим борется например с черными кошками со сплюнь и постучи и со всем остальным но мы родились в этой стране у нас это как бы принято я просто прохожу идет черная кошка я иду я на нее не реагирую как это вообще все работает я вам приведу такой интересный пример приходит какая-нибудь женщина какой-нибудь ясновидящий гадалки к бабке вот те кто там собирают деньги за эту эзотерику и говорит вы знаете муж от меня гуляет я очень страдаю из-за этого я бы хотел вернуть мужа в семью это вот ясновидящая бабка гадалка говорит фотографию мужа принесите ну она приносит фотографии мужа а так говорит а у вас ведь еще дети есть говорит да а можете фотографию ребенка принести или детей говорит да пожалуйста приносит и вдруг эта гадалка ей говорит слушай а у тебя дети болели когда-нибудь последний раз не помнишь когда у тебя дети болели так чтоб серьезно говорит да в прошлом году прямо гриб был температура говорит я тебе так скажу кто-то порчу на ребенка твоего навел а еще эта женщина уже про мужа не помнит вообще ничего рыдает несет еще деньги и говорит пожалуйста спасите моего ребенка хрен с ним с мужем та берет еще раз деньги ребенок как был здоровый так и продолжает быть здоровым все довольны что самое интересное совершенно такой безучертный отъем денег у населения правда посередине конечно население попугали то есть у людей есть из-за страхов какие-то идеи по поводу того что это у них поэтому это поэтому и так далее она даже мужество ненавидит потому что ей гадалка сказала что это разлучница это она собственно порчат и наводит на ребенка вот такой механизм черной кошкой ну как это вообще все работает конечно черная кошка или кот если брать Юрия Саульского никак ни на что не влияет но когда человек например ему дорогу переходит черный кот и он в это время ломает себе ногу например подскальзывается у нее кошелек крадут он начинает связывать два этих понятия хотел бы так же связать что когда он упал в заборе было 15 кольев шестое окно на третьем этаже не горело и вот это остальной бред но вот он что-то на кошке сосредоточился видимо черная кошка как-то ярко выглядит плюс конечно цвета да черный цвет он как сказать исторический носит мистический характер даже вот мой любимый жанр называется как как называется мой любимый жанр в кино нуар конечно вот мария понимает меня сразу комедии нуар да не только комедии нуар вот вчера хичкока пересматривал Ребекка фильм сорокового года слабоватый кстати вы ремейк посмотрите а вы ремейк смотрели нет ремейк еще слабее еще хуже так что не надо работать большим напрягом армия хорошо поехали дальше добрый вечер здравствуйте 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 михаил меня зовут екатерина мне 37 лет год назад в общем то вы изменили мою жизнь я вам очень благодарна потому что благодаря вам я собственно переехала от моей мамы живу отдельно все прекрасно все хорошо и значит вопрос такой поскольку отношения не сложились я бы с удовольствием просто совсем отказалась от общения с матерью но она для меня на губительные ну просто негативно но ваша мама которая пьет который с ней в хороших отношениях ребенок ее любит и соответственно я вынуждена общаться как-то с матерью подождите а сколько лет вашему ребенку пять лет а ну пять лет да вынуждены да вот значит вопрос как мне общаться с ней чтобы не тратить свою энергию на эту ситуацию да или может быть вообще запретить общение и мне хочется проконтролировать вот этот момент что она что-то про меня говорит мне кажется что она все время про меня что-то говорит и так далее вот она настраивает в этом моменте не а что успокаивать она ребенку говорит про вас гадости так сложно сказать ну что ребенок 5 лет чистая душа пришел сказал мама а бабушка сказала что ты плохая было такое нет такого не было смотрите есть как бы психологический аспект есть юридический для того чтобы лишить бабушку общение с внуком для этого должны быть веские причины одна из них например ваша мама пьет она пьет пьет вот пожалуйста вторая она настраивает ребенка против матери пока с этим вопросы то что пьет это вопросов нету вот но просто так не за здорово живешь конечно неправильно еще если она пьяная это все исключено чтобы она общалась с внуком как бы она себя не вела если она трезвая то вы она как вам домой приходит или вы к ней ребенка приводите как это происходит я к ней привожу ребенка и в плане пьянства это всегда такое состояние немножко такого приглушенного сознания его называют под кайфом вы понимаете тут есть опасность для ребенка дело в том что пьяная бабушка горе семьи сейчас не об этом речь идет она может за ребенком не уследить не проконтролировать и так далее более того вы можете ей поставить все-таки это ваша мама как к ней не относись и вы можете поставить вопрос ребром я типа не против давать ну лечись вылечишься и общайся не хочешь лечиться твой выбор понимаете что маму в угол то не загонять совсем уже дать ей возможность если она хочет общаться с ребенком лечиться и общаться полноценно потому что дать пьяный бабушки внука это очень стрёмная история вам хочу сказать пьяные люди они внешне нормально выглядят но там у них такие идут процессы в мозгу что они не совсем адекватные бывают вот чем дело то хорошо михаил и второй вопрос по поводу сепарации вот можете чуть-чуть рассказать что это значит ли это если неприятно общаться с человеком то это полное отделение от общения если вам неприятно вы можете но сепарации другой имеется ввиду когда там дети вырастают отделяется от родителей у нас просто совсем другая тема полина пишет я очень тревожный человек и пытаюсь контролировать все в жизни слушала ваши лекции пытаюсь отпустить контроль перестала делать уроки с детьми и названивать им когда они в школе и на занятиях музыкой но внутри всегда остается беспокойство и мысли о том что с ними как успокоиться и вообще расслабиться вы знаете ваши дети это отдельно стоящие люди это не ваше продолжение это не вы только маленькие это другие люди очень к сожалению многие родители этого не могут понять и детей как бы немножко меряют по себе дальше что значит это другие люди это самостоятельные люди у которых есть своя жизнь идеально многие сейчас могут изменить свое отношение к детям когда вы с самого рождения ваших детей как бы вы родили новых людей как в той кто это поет это какая-то сплин конечно да вот это новые люди это не ваше продолжение да генетика как недавно выяснился она практически все определяет жизни то есть огромное влияние имеет на ну не все конечно но влияние имеет огромное но это все равно другие люди уважение к другой жизни поддержка детей именно в том в чем они хотят чтобы их поддержали они как родители свои амбиции вот это все совершенно меняет сознание и тогда уже не тревожно но к сожалению из-за тревожности вашей что вы не можете контролировать что с детьми происходит одна моя знакомая например когда ребенок уже учился в десятом да какой в десятом уже в одиннадцатом классе просила чтобы он по дороге из дома в школу с ней говорил по телефону непрерывно вот это я понимаю психоз вот а ребенка уже 16 лет было к тому времени и он все время должен был туда и обратно и когда из школы домой шел держать рубку и ухо типа в школе мы спокойно а вот когда на улице я хочу чтобы я слышал что он со мной на связи поехали дальше добрый вечер здравствуйте а сделайте пожалуйста потише ваш радиоприемник алло здрасте здравствуйте меня зовут юля мне 38 лет последнее время читая новости и можно сказать зациклилась на плохих новостях там допустим пожар сгорели дети и я постоянно вдумываю как как можно было это предотвратить вот вопрос такой как перестать читать плохие новости и зацикливаться на этом юля во первых спасибо за прекрасные вопросы друзья мои все средства массовой информации не только там газеты и журналы но интернет всегда начинается с катастроф со смертей почему потому что ну невротиков в мире очень много миллиарды и под них вся эта культура заточена вы всегда обратите внимание культура и спорт будет на последней странице если это бумажное издание но и в новостях которые в интернете идут вот шапка например да сначала про смерть потому что у людей есть запрос именно на катастрофы на смерти и так далее как это работает у невротика есть страхи тревоги фобия и они должны находить выход когда вы живете в четырех стенах у вас все в порядке у вас ничего не происходит нет землетрясения в вашем регионе нет цунами потому что моря тоже нету с океаном то вы начинаете как бы сказать перечь что ли перегнивать психологически потому что вас томит вот это состояние неопределенности тревожности тогда вы открываете газету открываете интернет а там прямо мечта каждого невротика тут 300 человек померло здесь течением унесло целый корабль здесь три дома рухнуло и так далее и это как бы вас как ни странно успокаивает хотя продолжает увеличивать вашу тревогу потому что вы именно это и хотите узнать поехали дальше вот я рассказывал про аэрофобию я сказал что когда вы идете по чистому полю ваш шанс умереть там змея укусила молния упала это в голову и так далее вот в десять тысяч раз больше чем если вы летите на самолете и что мы видим дальше вы же не смотрите как благополучно взлетает и приземляется миллионы самолетов ежесекундно по всему миру вы среди этих миллионов выискиваете одну катастрофу и на ней концентрируетесь еще раз медленно вы не на позитиве концентрируетесь а на негативе это свойство психики которая требует вот этого невротического выхода тревоги вот тогда человек начинает смотреть новости плохие что вы с этим можете сделать перестать смотреть плохие новости очень близкое сообщение к этому но немножко другой акцент антон из екатеринбурга я порчу себе жизнь пишет антон тем что постоянно боюсь за ребенка которому 6 лет я начинаю с ней играть и представляю что это наша последняя игра начинаю ей читать и представляю что читаю ей на больничной койке постоянно боюсь что с ней что-то может случиться и не получаю удовольствия даже от общения с ребенком что-то с этим можно поделать ну необходимо нужно идти психологу избавляться дело в том что у матерей например очень частые сны когда у нее грудной ребенок что они его задавили насмерть в постели одна мама мне рассказывала что ей всеми снится что она выжимает белье и вместе с бельем выжила ребенка полностью вот это страхи потерять ребенка они вот носят такой причудливо неприятный характер они как бы деформируется в какие-то вот такие вот страшные картины и вот например тот же хичкок это как раз пример того да а стивен кинг какой великий это все то что находит отклик употребителя поэтому вы должны сказать себе что вы уберете раньше ребенка по той причине что родители умирает раньше детей успокоиться и дальше просто с ребенком общаться но ваша тревога все равно ее надо убирать потому что она может быть с ребенка помните как это икота икота передина федота федота на якова а с якова на всякого вам надо вообще от тревоги избавиться вот здесь спрашивают как перестать жалеть о прошлых поступках оля спрашивает измениться в реальности сегодняшней звоночек звоночек добрый вечер добрый вечер большое спасибо михаил и мари на здоровье у меня такой вопрос владимир москва осенью переболел всем известный какой заразы вот ну все прошло достаточно легко но через две недели получил такое осложнение я спокойный человек никогда особо ничего не боялся но тут я перестаю нормально спать у меня боялись что меня уволят с работы сердце начинает шалить трясучка в руках ни с какими логическими доводами не связано то есть объективно уволить с работы меня не могут то есть до ковида у вас не было этого вообще никогда так вопрос вопрос вообще можете подсказать что это конечно могу бороться только с основом я знаю что ну сейчас поговорим смотрите исследования ковид же свежие заболевания да его только сейчас изучают более того некоторые побочные они проявляются в течение там какого-то времени и первое насколько я знаю это китайцы сделали исследование в ухане где он собственно и начался и там на огромном количестве страниц все это написано 30 процентов слушаете да 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 30 процентов приболевших ковидом жалуются на депрессию смену настроения то что вы сейчас говорите туда же можно отнести ваши страхи и тревожность а как вообще вирус работает вирус начинает проникать в самые как бы слабые места почему там там тромбообразование проблемы там кардиологические и так далее легкие у многих потому что у человека как бы у него организм не такой весь как бы сказать одинакового качества что-то покрепче что-то послабее и вот то что вы сейчас рассказываете на это многие жалуются то что касается сна надо проверить уровень мелатонина есть анализ который показывает сколько у вас мелатонина если у вас мелатонина недостаточно то вы просто пьете мелатонина содержащие препараты типа мелоксена и он вас восстанавливает в течение месяца но я не врач поэтому тут со мной говорить на эту тему бесполезно я так вам общее сведение рассказываю а то что у вас вот такое состояние тревога да это к сожалению в течение шести месяцев обычно проходит я который вообще бил себя пяткой в грудь что я прямо весь такой чек позитив доктор троппер просто а тоже после ковида я два раза переболел ковидом понял что не все так сладко и у меня тоже смена настроения происходит вот и я ну я просто знаю что это последствия ковида и тоже жду когда отпустят вот я вам желаю чтобы отпустила как можно быстрее я думаю мы еще звоночек сможем принять давайте добрый вечер здравствуйте говорите пожалуйста здание добрый вечер как с этим быть такой странный вопрос из калининграда рита 45 лет в общем в калининграде вот такая история простите а я я я я я я я я я нет рита другой вопрос задает зададим вопрос риты рита пишет я не могу контролировать и впадаю в штопор теряю дар речи когда ко мне грубо или неуважительно относится мужчина с которым я встречаюсь как контролировать свои эмоции находить в себе силы и не давать себя обижать ну просто сказать мужчине согласно моему третьему правилу мужчина мне не нравится как вы со мной разговариваете если будете так дальше разговаривать вы уже не будете моим мужчиной говорится это один раз дальше это дело мужчины как ему себя вести а если он исправился то совет для любовь а если нет то решение принимайте сами друзья мои я хочу сказать вот что действительно в жизни существуют вещи а на которые мы никак не влияем и б которые мы не можем контролировать одна радость есть с каждым годом этих вещей все меньше и меньше наши далекие предки вообще ничего не понимали для них земля была плоская я как-то рассказывал что наши совсем далекие предки не знали например взаимосвязи между сексом и беременностью это смешно конечно но это правда сегодня наслаждение когда корабли бороздят просторы чего там они просторы бороздят ну я бы сказала когда наша МКС вылетают в космические просторы уже в исполнении Михаила Пуговкина космические какие корабли бороздят космические просторы нет это включение шури как там смешно было но неважно сейчас ситуация меняется с каждым днем и люди узнают все больше и больше в частности, что землян впервые круглые а огромное количество мира отошло от религии поняв, что это все-таки плод страха и так далее и все такие вещи интересные они добавляют нам уверенности но вы должны понимать что если вы летите в самолете вы никак не влияете на то, как самолет летит и принять это вы должны принять все то, что происходит и то, что вы не можете контролировать на то, на что вы не можете влиять эта часть жизни, она вот так устроена просто примите это как факт для того, чтобы перестать расстраиваться перестать тревожиться избавиться от страхов и фобий чем я желаю вам всем